Внедрение цифровых решений не должно менять привычный уклад. Если новинка не облегчает процесс, а только усложняет, то тогда это не инструмент. Такой мыслью начал брифинг по цифровизации региона министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов. Основная задача любой информационной системы, которая направлена на оцифровку и упорядочение работы каких-либо направлений, будь то медицина, образование, культура, это мало того, что облегчить труд самих работников этой сферы, сделать его более оптимальным, это еще и задача получения более качественных, быстрых услуг жителями региона. Минцифры работают сразу по нескольким основным направлениям. Первое – развитие системы связи. По федеральной программе «Устранение цифрового неравенства» в отдаленные районы, где живут больше ста человек, поставят вышки сотовой связи, подключат к интернету социально значимые объекты. Работа началась. В этом году планируют запустить 11 вышек. Другое важное направление – цифровизация госуправления. Тут приоритет – перевод в электронный вид государственных и муниципальных услуг. Например, та же запись к врачу, которую сейчас не так-то просто сделать. Мы как раз в рамках модернизации медицинской информсистемы региональной сделаем, чтобы более простой был интерфейс, чтобы это было действительно более легче, без даже дозвона по телефону. И на самом деле даже в перспективе, уже в начале следующего года, сделаем, что без даже портала госуслуг, через другую информсистему, через мобильное приложение, каждый житель сможет очень легко записаться или вызвать врача на дом. Отрабатываться будет с помощью информсистемы, конечно же. Эта информсистема даст простой механизм для самих медицинских учреждений тоже с этим работать. А дальше нужно работать с нашим региональным Минздравом и с самими медицинскими учреждениями, чтобы у них и персонал был подготовлен к этому. Однако одна из самых ожидаемых новинок – так называемая карта жителя. По сути, привычная пластиковая карточка МИР, в которую встроен QR-код. Возможностей у нее масса – от оплаты проезда до бонусов при посещении тех же театров и музеев. Это может быть в том числе, например, просто банально ключом через турникет. Все это легко туда прописывается. То есть это в принципе может содержать некоторые данные по студентам, если это в вузах. И, кстати, есть уже вузы, которые это реализуют. То есть это своего рода такой наполнитель любым сервисам, любыми услугами, которые сегодня будут реализовываться. Ну и, естественно, это система бонусов от крупных, например, торговых сетей области. Карта жителя уже работает в 25 регионах страны. Нужно только определиться с нюансами, которые подходят региону. Андрей Ульянов добавил, что хоть сейчас Рязань находится только у истоков многих направлений, у региона есть возможность собрать воедино опыт коллег и показать комплексно. А уже в следующем году пройдет более масштабная конференция совместно с Минцифрой РФ. Она станет еще одной опорной точкой по цифровизации региона. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город.